Всем огромный привет! Сегодня готовлю вкусные и сочные манты на подушке. Это не только вкусно, но и удобно, что в одной посуде готовят сразу два блюда. Манты и ароматный картофельный гарнир, который можно подать, например, к рыбе, запеченной в духовке под маринадом. Родные сами выберут, что им больше нравится. Для начала замешиваем тесто. В миску разбиваем одно яйцо, вливаем 250 мл кефира, 1 чайную ложку соли, вливаем 1 столовую ложку растительного масла, перемешиваем и добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто, как на пельмине. Мне муки требуется 450 грамм. Готовое тесто к рукам не липнет, приятное в работе. Убираем на 20 минут, пока займемся фаршем. Мясо перекрутим, отмерим 500 грамм фарша. Лук 350 грамм порежем кубиками и порубим ножом. Добавляем к фаршу 1 чайную ложку соли, черный перец и добавляем лук. Фарш перемешиваем с луком. Для сочности добавляем 1 столовую ложку сметаны и воды грамм 50. Фарш должен быть сочным. Тесто хорошо обминаем. Отрезаем небольшой кусочек теста и раскатываем тонкий пласт. Вырезаем кругляшочки. Приступаем к формированию. На середину кладем фарш и защипываем как обычные манты. Так делаем все манты. Манты, которые не войдут в сковороду, можно заморозить, а потом, когда нужно достать и приготовить. Картофель 1 килограмм очистим, порежем дольками. Кладем в миску, добавляем соль, половину чайной ложки черный перец. Перемешиваем. Берем глубокий сотейник. У меня фирмы Кукмара, он толстостенный и достаточно тяжелый, поэтому хорошо держит тепло. Как раз то, что мне нужно. Наливаем растительное масло. Кладем картофель. Вливаем воду так, чтобы картофель был в воде, но не покрывал его. Сверху на картофель кладем манты. Закрываем крышкой и тушим на среднем огне 30-35 минут до готовности. Укроп порубим ножом. Добавим к мягкому сливочному маслу. Выдавим пару зубчиков чеснока, перемешаем. Получившейся заправкой смазываем манты. Блюдо готово. Подаем к столу манты, а к картофелю у меня сегодня сочная рыба в духовке. Я уже делилась рецептом такой рыбки, ссылку смотрите под видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен данный рецепт. И конечно же подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!